Где ты? Ага. Я по следам. Где ты? Ага. Видишь, мне очень странно наблюдать за тем, как кто-то забывает о том, что я живой человек. Просто как, типа, тупо, когда хочу, я вступну. Вот, понимаешь, в чем дело? Зачем? Ну, потому что я с вами нравлюсь. Я медленно включаю авиарежим. Да. Где, Саша? Где? Где ты? Ага. Во-первых, нету среди моих авторов плохих людей. Удивительно. Я сейчас прям перебираю. Все очень интересные, очень многогранные. Как я выбираю песни? Да, она должна лечь на меня второй кожей. Или даже первой. По ощущениям, она должна быть моей. Очень сложно не писать песен. Ну, я реально мучаюсь, потому что я точно знаю, какие песни я хочу петь. Очень четко я хочу знать, какую первую реакцию эта песня должна вызывать у меня. Какую эмоцию я должна испытывать. А мне эту песню при хороших раскладах, ну, если вот в идеале, да, я эту песню хочу спеть миллион раз и хочу не хариться на нее. Да, я не хочу, чтобы меня тошнило от этой песни. Вот. Поэтому она должна быть моей по всем критериям, кроме, получается, авторства. Ну, мне иногда кажется, что это такое, знаешь, задание. Мне охотиться за моими песнями по миру. Нету такого, что конкретно только такие или конкретно не такие. Есть нетипичные песни, которые почему-то меня дико цепляют. По сути-то, мурашка пошла, все, бери-беги. Есть песни, которые с первого раза мне дико не понравились. А есть песни, которые я услышала один раз, мельком, случайно. И даже как-то думаю, ну, наверное, нет, не очень. А потом живу с этой песней. Ну, то есть она меня преследует, я ее пою. Бывало такое, что она мне снится. Было и такое. Есть песни, которые я слышала в чужом исполнении, и я обязательно их дождусь. Есть и такое, да. Кто-то по ошибке спел мою песню. Ничего страшного. Я умею ждать. Это один, да? Подожди, не очень. Короче, вот, в общем, вот. Там один-два мне там было. Шумит. Да, чуть-чуть. Без ль-моли. Просто на ль-моли остаемся. Да? Ну да. А, не в конце. Песню написал Назар. И с песнями Назара у нас вообще отдельная история, потому что вот к ним у меня очень пристальное внимание. Это не любовь с первого взгляда, правда. Но зато она потом на долгие годы, на десятилетия. Потому что такое осознанное чувство у меня с этими песнями, с Назаровскими. Ну, спина к спине мне очень сильный образ, знаешь. Приставили спина к спине. Прям очень сильный образ. Не, кайфовая песня. Она, конечно, слишком... Знаешь, она вся, конечно, на образах. То есть она без конкретики, возможно, от этого за нее сложнее уцепиться. Но я ее очень люблю. Она вся какая-то такая... Вся какая-то такая в тумане. Она вся какая-то про такое волшебное. И про такое особенное. Про какую-то тайну. Мне дико нравится. Плюс я там чуть-чуть сама что-то тоже написала в этой песне. А знаешь, Лизок, у нас же нету плейбэка, поэтому можно в первую долю дать. Как ты помнишь там? Просто как, типа, тупо, когда хочу ее вступить. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Зачем? Ну, потому что я себе нравлюсь. Да. Блин, это дико крутая движуха. А если это хаос, это вся чувашия приперлась к нам. И я очень, очень кайфанула. Следующий мне обязательный. Обязательный к посещению Лочи, конечно же. У меня сейчас новая программа, новая музыканта. Я прям буду волосы назад бежать, бежать, бежать и спивать. Потому что ноябрь, пара горячая, но я обязательно спею. В плейлисте кто еще. Ну, чувашия у меня плотно в плейлисте, Лочи у меня плотно в плейлисте. А так мне надо прям открыть, и я тебе покажу, потому что я никогда не помню, кого я люблю. Много знала у меня всегда, в любое время года могу слушать. Так, дай мне телефон, я посмотрю. У меня просто само черный. Мне просто вот само интересно, что у меня из последнего. Вот, смотри, чувашия, пожалуйста. Мраз, пожалуйста. Звонки, пожалуйста. Он все равно выходец из хип-хопа, поэтому. Лок-док, пожалуйста. Зараза, пожалуйста. Какие-то американцы, пожалуйста. Умереть от счастья, пожалуйста. Вот здесь Дига. Тут я тоже. PLC, будьте так добры, Пика, шикарный альбом. Это пополам, что она со мной делала вообще эта песня. Сколько времени подряд. Это просто, это дичь. Она просто не покидает тебя потом никогда. Я на самом деле много, много всех на свете поддерживаю, слушаю. Люблю я это дело. Молодых послушаю так тихонечко. Из-под полы. Мне интересно. Из совсем молодых гонфлот. Ну, правда, он хорошенький такой. Ну, и приятное, очень приятное музло делает. Навсегда пусть растворится пустота. Ну, у меня нет кумиров, и никогда не было, и не будет. Я очень сильно надеюсь. Я грамотно воспитана своим папой. Мне было велено не создавать из людей кумиров. То есть он всегда делал акцент на том, что у разных людей разная профессия, но как бы в первую очередь очень важно помнить, что все люди. Потому что это живые люди. Вот прям, прикинь, Лиза говорит, такие как ты. То есть когда у меня было желание кого-то себе на плакате повесить, ности. Хотя я не помню. Мне кажется, что у меня даже не было такого желания. Он мне очень-очень спокойно и долго достаточно объяснял и доносил мысль, что всем этим людям присущи такие же переживания, разочарования, сомнения, неуверенность в себе, комплексы. То есть все вообще страх. Всем одинаково больно, всем одинаково страшно, всем одинаково непонятно. Поэтому он до меня очень четко донес эту мысль. Я росла с пониманием того, что в первую очередь это человек. Просто так сложилось, дико повезло человеку, что он умеет петь песни, например. Или делать музыку, или писать книги, или хорошо играет в кино, или снимает его невероятно, или рисует. Ну то есть первым делом идет человек, а потом уже его таланты, умения и профессии. Поэтому кумиров у меня не было никогда. То есть у меня никогда не ломало желание быть женой какого-то актера, например, да? Или солиста группы из «Севентин», хотя они мне нравились. Так что кумиров у меня не случилось. Это с одной стороны хорошо благодарна папе, а с другой стороны, видишь, мне очень странно наблюдать за тем, как кто-то забывает о том, что я живой человек. Вот есть обратная сторона. То есть я немного страдаю от того, что люди воспринимают тебя, как вот одну картинку, говорящую голову с ручками и ножками, которая обязана, что-то там обязана. Вот прям это меня раздражает сильно. Хочется напоминать людям о том, что мы все одинаковы. Санечка, надо диску добавлять. Добавляй! Лиза, у тебя тоже? Добавляй! Люди меня очень вдохновляют, люди. Вообще ежедневный человеческий подвиг. Особенно маленькие, мелкие, знаешь, не мелкие, а маленькие ежедневные поступки, к которым мы не всегда обращаем внимание или вообще никогда не обращаем внимания. Вокруг меня просто тупо все люди, которыми я восхищаюсь. Мне достаточно сложно выражать свою любовь, потому что я, в принципе, непростой человек. Я очень быстро привыкаю к тому, какие люди прекрасны. И иногда забываюсь, конечно. Но мне сцена сильно помогает. Я когда стою на сцене, пою, когда меня штормит от музыки, когда оно так, но оно эмоционально очень оголяет все равно. Там мне все расставляют на свои места, очень грамотно расставляются приоритеты. То, что важно, что не важно, что на самом деле вообще завтра тебя даже парить не будет. Поэтому все мои нервные закидоны, они сразу становятся мне самые смешными. И все про себя становится ясно. Люди, только люди, вообще ничего, кроме людей, меня не вдохновляет. Конечно, я люблю красивые картинки. Конечно, небо — это невероятно. Это невероятно. Любая большая вода — это невероятно. Любая природа — это невероятно. Но что угодно, путешествия, прогулки, вкусная еда, красивые виды — это все да. Но это все не имеет значения без людей. Потому что так как меня штормит от того, какими бывают люди, от какой силы бывают люди, какой глубины, какой смелости, какой запредельной открытости, какого таланта, от какой степени эмпатии и сопереживания бывают люди. И вообще, они вообще понимают, что они со мной творят. То есть ничто не способно меня так включать, мурашить и заставлять, заставлять себя, знаешь, дышать. Потому что меня эмоционально иногда прям перекрывает от того, какие они. Конечно, таких вдохновляющих. Немного. Они удивительные. Они всегда рядом. Эти всегда магнитятся к тебе. Но вообще, конечно, чуваки, которые приходят ко мне на концерт, знаешь, что они творят вообще со мной? Тоже это такое желание любить в ответ. Я же строгий и тоже достаточно неприятный артист. Вот так вот меня любить, знаешь, быть моим поклонником не очень просто. Я не разрешаю ничего, знаешь. Я не разрешаю там в своих официальных сообществах у себя в комментариях никого ни с кем сравнивать. Я не разрешаю воевать с другими артистами, нападать на других артистов. У меня это табу, прям табу. Нельзя обесценивать труд моих коллег по цеху. Даже если они вам не нравятся, мне не нравятся, кому-то не нравятся. Я запрещаю говорить о своих антипатиях. У меня разрешено только поддерживать, только топить за своих, либо мудро молчать. Вот две есть опции. Я категорически не разрешаю фанатеть собой, категорически. Знаешь, возносить себя за счет сравнивания и чмырения других артистов. Вот наша Лизочка не так... Это все у меня табу. Слепое обожание до трясучки мне вообще не надо. У меня все должно базироваться на уважении, на уважении, на мудрости, на осознанности, на глубине. Тем не менее, они находят в себе силы взрослеть вместе со мной. И мне хочется верить, что и мудреть вместе со мной не для меня ни в каком случае. Как вы решите, возможно? Я просто слышу там... О, да? Да, much better. Мы катаем тур, поэтому очень хочется докатать его в этом году и поскорее уже сколотить понятия. У нас сейчас формируется список на 2019 год, и уже есть какие-то города. И я думаю, что еще будет пополняться этот список. И большой концерт в Крокусе 1 марта. Вот, пожалуйста, ждите. Ты спрашиваешь, чего вам ждать? Вот, пожалуйста, ждите. Желательно в самом Крокусе. Вот. Как я жду. Я очень жду. Конечно. Всегда. Ну, очень жду. Но, кстати, с каждым разом все меньше и меньше страха я испытываю при выходе на сцене и все больше и больше удовольствия получаю во время концерта. То есть я помню первый Крокус. Их было три всего. Я помню только, что был первый Крокус, потому что я ничего не помню с этого концерта. Ни секунды просто. Я помню, как я зашла, белый шум, белый шум, знаешь, муравьишки, муравьишки по экрану. Вот. Вот. Я у меня выплюнула со сцены. Чего там было? Я... Мне очень сложно отсматривать потом видеоматериалы с этих концертов. Вообще с концертов сложно. По крайней мере, все остальные я плюс-минус понимаю, что я там говорила, где я там ляпнула, чего-то лишнего. То есть плюс-минус я помню. Я вообще не помню, что в Крокусе. То есть я смотрю, думаю, реально, серьезно. Вот. Ну, прям тяжеловато мне было. Второй уже так... Ну, третий, уже как-то, ты знаешь... Ну, прям, конечно, видно, что оно очкует. Но оно уже даже там подсобралось, песня к четвертой, мне кажется. Посмотрим, что дальше будет. Ну, это... Ну, чем дальше, тем больше удовольствия я могу получать и получаю от волнения, знаешь, насладиться этим адреналинчиком. Где ты? Ага, я последам. Где ты? Ага, ни тут, ни там, ни ветра, ни проблеска. И без сожалений. Где ты? Ага, да где... gravity хонитик保uffed Stage 2-3-4-4-4-4-5-1-2-4-3-4-4-5-5-4-4-5-4-3-6-5-4-1-2-6-7-4-4-4-5-6-4.